Слава Богу, дорогие, что мы сегодня в Доме Божьем. Аминь. Те, кто не может быть с нами в Доме Божьем, мы тоже приветствуем. Вы сегодня онлайн с нами. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя. И мы, конечно же, сегодня в Его Твятом присутствии будем рассуждать над Словом Божьим. Будем вникать в себя Его учения, потому что это очень важно и ценно. Аминь. Библия говорит, что человек жив не только хлебом, но и всяким Словом Божьим. Аминь. В Слове Божьем есть жизнь. Скажи вместе со мной, в Слове Божьем есть жизнь. Аллилуйя. И вы знаете, свою проповедь я назвал сегодня так. Не бойся, я с тобой. Не бойся, я с тобой. Вы знаете, это вдохновляющее слово, которое врезалось в мою память вот с самого начала моего христианского пути. Я постоянно к этому слову прибегаю. Вы знаете, мне так нравится это мощнейшее обетование от Господа, которое постоянно вдохновляет меня в такие важные, какие-то трудные жизненные моменты. И давайте мы откроем Исаию, 41 главу. Я прочитаю с 10 по 13 стих. Несколько слов из этих обетований, несколько стихов. Итак, здесь написано следующее. Через пророка Исаию Бог обращается к каждому из нас и говорит, «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Скажи вместе со мной, аминь. Аллилуйя. Дорогие, я хотел бы сегодня коснуться вот из этого обетования сильнейшего. Господь говорит к тебе и ко мне. Я хотел бы коснуться нескольких важных моментов. Итак, друзья мои, первый очень важный, ценный момент. Господь говорит, «Не бойся, я с тобой». Аллилуйя. Скажи вместе со мной, не бойся. Друзья мои, на самом деле, кто из вас переживал когда-нибудь страх? Есть тут такие? Вы знаете, даже я такой бесстрашный могу сказать, я боюсь, я иногда боюсь, я иногда переживаю страх. На самом деле, самый бесстрашный человек, он переживает страх. Аминь. Мы сталкиваемся с разными страхами в своей жизни. И вы знаете, я не хочу сегодня говорить о многих страхах, но вы знаете, есть в нашей жизни страхи, которые нам важны, которые нам нужны. И страх безопасности, который присутствует в нашей жизни. Когда, допустим, я подхожу к обрыву, недавно мы были в горах, вы знаете, мне страшно, мне страшно, я боюсь. И я не подхожу к самому обрыву, знаете, у меня немножко потрясываются ноги, где-то немножко сердце замирает. Поэтому я так с осторожностью всегда, да? А у некоторых, знаете, сердце замирает, когда кто-то подходит к обрыву. Бывало такое у вас, да? Есть разные страхи, но вы знаете, есть страхи, которые нас сохраняют, которые нам, знаете, дают на самом деле вот эту мудрость не пострадать, не погибнуть. Когда мы понимаем, мы видим надпись, да, «Не влезать убьет», мы не лезем, потому что мы понимаем, опасно. Вы знаете, страхи, они пребывают в нашей жизни. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, с чем-то необычным. Вы знаете, недавно совсем мы ходили по горам, и я вспоминаю такой один момент очень интересный, когда мы идем по горам, хорошая тропинка, все обустроено, перила есть. И знаете, мой сын, он вдруг подбегает ко мне, хватает меня за руку, держит так сильно, сжимает, и говорит, «Папа, я боюсь». И знаете, какое мое первое слово, которое я говорю к нему? Я ему говорю, «Не бойся, я с тобой». Вы знаете, это как-то интуитивно, когда ваш сын или ваша дочь подбегают к вам, берут вас за руку и говорят, «Я боюсь». Что мы говорим? Мы говорим, «Не бойся, я с тобой, я держу тебя за руку, я рядом». Так или нет? Вы знаете, друзья мои, наш Бог, он точно так же обращается сегодня к нам. Он говорит, «Не бойся», когда ты сталкиваешься с чем-то новым, с чем-то необычным. Не бойся, когда тебе, может быть, говорят какой-то страшный диагноз, «Не бойся, я с тобой». Это слово лично к тебе, он говорит, сам Господь говорит, «Не бойся, я с тобой, не бойся, я твой Бог». Аминь. Вы знаете, друзья мои, Бог не обещал избавить нас от бурь, Бог не обещал избавить нас от штормов, сделать нашу жизнь гладкой, ровной, без всяких взлетов и падений. Знаете, что Бог обещал? Бог обещал через штормы и бури провести нас, взяв за руку. Аминь. Вы знаете, когда Иисус отправил своих учеников в лодке, в одной из историй, вы знаете, Он не сделал их путь безопасным. Он не сказал, «Давайте плывите, все будет классно, все нормально, я там все вам приготовлю». Нет, вы знаете, когда Он послал их в лодке, они попали в штормы, в бурю. Но знаете, что сделал Христос? Он пришел к ним, Он был рядом с ними, и Он успокоил бурю, и Он успокоил шторм. Аминь. Знаете, для чего? Для того, чтобы явить свою славу, для того, чтобы ученики, они в очередной раз убедились, что это не просто человек, это не просто пророк, но это Сын Божий, который способен повелевать стихием. И их вера в этот момент, знаете, что? Она утвердилась. Аминь. Их вера, она стала сильней. Вера в то, что Иисус говорит в их жизни. Вера в то, что Бог говорит к нам. Поэтому, друзья мои, наш Бог говорит «Не бойся, ибо я с тобой». Мне нравится еще одна глава в этой книге пророка Исаии. Давайте мы откроем. Это 43-я глава, где Бог обращается более конкретно к нам, озвучивая различные обстоятельства жизни. Он говорит в 43-й главе с 1 по 3 стих. Я выборочно буду брать «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израильев, спаситель твой». Аллилуйя. Друзья мои, Бог конкретно говорит «Пойдешь через огонь, с тобой ничего не приключится. Я сохраню тебя». Вы знаете, я сразу вспоминаю историю Сидраха, Мессаха, Авдинага. Вы знаете, Бог не затушил сверхъестественно эту печь раскаленную. Бог не скинул туда врагов Сидраха, Мессаха, Авдинага. Но Бог провел их через этот огонь. Это было их крещение. Вы знаете, они были готовы ради Бога умереть. Да, они не искушали Бога, они не говорили «Бог, если ты есть, яви свою славу». Они сказали «Нет, даже если мы погибнем, мы все равно не будем поклоняться истуканам». Но вы знаете, Бог верен. Библия говорит, что Бог был вместе с ними в этом огне. Когда царь смотрел, он увидел четвертого, он сказал «Что это? Кто это?» Это ангел Божий. Вы знаете, когда они вышли, Библия говорит, что даже запаха дыма не было. Не опалит и не коснется тебя огонь, не потопит тебя река. Аминь. С тобой ничего не приключится, если ты пойдешь, доверяя мне, моему голосу, когда я посылаю тебя, я Бог твой, не бойся. Скажи еще раз «Не бойся». Аллилуйя. Друзья мои, кому-то сегодня из вас Господь говорит «Не бойся, я твой Бог». Не бойся, я с тобой, ты не один. Не бойся. Вы знаете, друзья мои, следующее, что говорит Господь? Он говорит «Не смущайся, ибо я Бог твой». Вы знаете, когда враг приходит, первое, что он хочет сделать, он хочет поколебать твою веру. Он хочет поколебать твою веру, он хочет загнать тебя в смущение. Вы знаете, мы служим невидимому Богу. И Библия говорит «Мы блажены, мы счастливы, блажены те, кто не увидел, но поверил». Сам Иисус Христос говорит об этом. Аминь. Вы знаете, мы счастливые люди, благословенные люди, но очень часто дьявол, он пытается действовать через обстоятельства, через то, что ты видишь. Он хочет поколебать твою веру, он хочет смутить тебя. Вы знаете, смущение приходит, знаете, когда? Никогда у тебя все хорошо. Смущение приходит к тебе тогда, когда ты к врачу сходил, и вдруг тебе говорят, у тебя что-то там не то. И знаете что, смущение приходит. Ты начинаешь думать, ой, если Бог меня любит, Он же, наверное, должен был меня избавить от болезни. Наверное, все должно быть замечательно у меня. Может быть, я что-то согрешил. Может быть, что-то, знаете, я не то делаю. Может быть, Бог отошел от меня, оставил меня. И знаете, смущение приходит. Наша вера, она колеблется. Наша вера, она падает. Дьявол приходит, чтобы смутить твою веру. А Бог говорит, не смущайся. Аминь. Не смущайся. Даже тогда, когда ты чувствуешь боль, не смущайся. Я продолжаю быть твоим Богом. Я продолжаю быть твоим Богом. Друзья мои, мы будем болеть на этой земле. Мы будем сталкиваться с разными моментами жизни. Мы будем стареть. Мы будем чувствовать в себе недомогания какие-то. Но Библия говорит, Господь говорит, не смущайся. Я все еще твой Бог. Аминь. Эти обстоятельства в жизни твоей, чтобы твоя вера укреплялась. Я буду показывать тебе свою славу, свои чудеса. Знаете, я сразу вспоминаю историю, которая произошла с царем Езеки. Это четвертая книга, царство, 18 глава. Я не буду ее читать. Но в 18 и в 19 главах есть очень замечательная история про царя Езекию. Вы знаете, когда в его царстве все было замечательно, но вдруг ассирийский царь посылает свое войско, многотысячное войско, мощное, сильнейшее войско, посылает, чтобы захватить Израиль. Этот полководец Рапсак, он выходит, он говорит, начинает говорить, обращаться не только к царю, но ко всем. Он говорит, вы что, на кого вы надеетесь? Вы хотите противостоять? Вы хотите с нами воевать? Посмотрите, все, кто пытались воевать, погибли, не устояли. Вы на кого надеетесь? На Египет надеетесь? Еще на кого-то надеетесь? А может быть, вы на Бога своего надеетесь? Знаете, Рапсак начинает поносить Бога, он говорит, да где ваш Бог? Он вам не поможет. Мы вас возьмем, завоюем или сдавайтесь. Лучше сдайтесь, подчинитесь. И он говорит такие слова, а вы знаете, меня сам Бог послал к вам. Бог вас предает в наши руки. Знаете, иногда враг, он пытается манипулировать, говорит, да ты Богу не нужен, Бог от тебя отказался, Бог просто хочет над тобой поиздеваться, поэкспериментировать. Знаете, нет, Бог таким никогда не был. И знаете, что начинает делать Езекия? Езекия начинает бежать в дом Божий. Езекия начинает перед Богом изливать свою душу, свое сердце. И Бог говорит, слушай, Езекия, не переживай, он хулит меня, я с ним буду разбираться. Тебе даже не надо будет ничего делать, послушай, посмотри, просто успокойся. Просто молись мне, доверяй мне. Знаете, друзья, мы иногда начинаем суетиться, начинаем так много бегать, а иногда нужно просто в мир, в покой Божий войти, помолиться. Помолиться и сказать, Господь, я бессилен, ты, ты мой Бог. Я в смущении, Господь, помоги мне не смущаться. Я боюсь, Господи, помоги мне не бояться. И знаете, всего лишь один стих зачитаю из 19 главы, 4 книги Царств, 35 стих. Библия говорит, и случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил встание сирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Друзья мои, все тела мертвые, 185 тысяч, армия вооруженная, полностью всем обеспеченная, просто легли спать, и утром не проснулись, потому что ангел Господень пришел. Не смущайся, ибо я Бог твой. Аллилуйя. Аминь. Скажи у кого-то рядом, не смущайся. Иоанна 14 глава, 27 стих. Иисус обращается к ученикам, он говорит, мир оставляю вам. Мой мир даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Друзья мои, Иисус знает, Иисус знает, что этот мир, этот мир, в котором мы живем, он будет нас пугать, он будет нас стращать. Дьявол будет пытаться загнать нас в смущение. Мы будем иногда стоять и смотреть на слово, и смотреть на обстоятельства, и думать, а что же тут право, что же тут сильнее, что же тут важнее. Но знаете, я хочу сказать вам, Слово Божие, оно всегда будет сильнее. Скажи на это Аминь. Вы знаете, такой простой пример, когда мы слышим послание президента лично, воочию, мы смотрим иногда, что президент говорит, что президент обещает, знаете, люди смотрят специально, знаете, для чего? Чтобы потом слово президента использовать. И когда они идут куда-нибудь в службы, они говорят, нам вот это положено, а им говорят, ничего вам не дадим. Они говорят, а вот президент сказал вот это и вот это. И знаете, тогда они так спускаются и говорят, ну да, президент сказал, да, значит, будем делать. Вы знаете, слово президента, оно имеет силу. Аминь. И когда вы знаете слово, которое вам сказал президент, вы можете его использовать, вы можете его употреблять. Потому что власть, нормальная, адекватная власть, она никогда не пойдет против Слова Царя. Аминь. Так вот, друзья мои, вы знаете, что весь духовный мир знает то, что Бог сказал. Весь духовный мир знает то Слово, которое сегодня имеет эту силу огромную, не только здесь на земле, но и во всей Вселенной, в духовном мире. Поэтому, когда ты знаешь Слово Своего Царя, когда ты знаешь то, что Бог сказал про тебя, ты знаешь, бесы будут трепетать. Они не смогут тебя смутить, они не смогут тебя испугать. Аминь. Они сами будут бояться, когда ты будешь говорить то, что сказал твой Бог. Аминь. Поэтому, друзья мои, следующее, что говорит наш Господь. Первое, Он говорит, не бойся, я с тобой. Второе, говорит, не смущайся, ибо я Бог твой. Следующее, Он говорит, я укреплю тебя. Скажи вместе со мной, я укреплю тебя. Аллилуйя. Друзья мои, Бог будет нас укреплять. Вы знаете, я сразу вспоминаю это место, когда Иисус Христос перед Голговским крестом. Вы помните это борение, вы помните это состояние Его, когда Он молился в Гефсимании. Он молился, потому что Ему предстояло вот это тяжелое испытание пойти на крест добровольно, чтобы умереть за каждого из нас. Вы знаете, это была воля Божия, это был план Небесного Отца. И Христу непросто было это сделать, поэтому Он молился. Друзья мои, вы знаете, когда вам тяжело, я хочу сказать, вам нужно молиться. И вот Иисус, Он молится, Он борется. И Библия говорит, 22 глава Евангелия от Луки, мы читаем следующие слова, 43-44 стих. Написано, друзья мои, написано, смотрите. «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его, и находясь в Борении, прилежнее молился». Скажи мне, сын, Бог укрепляет меня, когда я молюсь. Друзья мои, Бог укрепляет нас, когда мы молимся. Вы знаете, когда ангел пришел укрепить Иисуса, Библия говорит, он стал прилежнее молиться. Он не сказал, ух, все, слава Богу, силы пришли, все, можно расслабиться. Нет. Вы знаете, когда ангел Его укрепил, Библия говорит, он стал прилежнее молиться. Он стал еще больше молиться. И знаете в чем? В борении. То есть он продолжал бороться, он продолжал противостоять этому искушению. Доминует меня сия чаша. Это было искушение в его жизни. Доминует сия чаша меня, если возможно. Но приходит укрепление, он говорит, нет, но да будет воля твоя, мой небесный Отец. Аминь. Друзья мои, Бог укрепляет тебя. Аминь. Слушай, даже если тебе уже нету сил, даже если ты уже чувствуешь, что подводит тебя, может быть, твое тело, Бог будет тебя укреплять. Вы знаете, порой, может быть, мы не будем это видеть внешне, снаружи. Бог не будет, нам будет казаться, что обстоятельства бы поменялись. Вот это бы поменялось, то бы поменялось. А вы знаете, Бог приходит внутрь нас, Духом Святым. Он укрепляет нас. И Он говорит, слушай, у тебя еще есть сил у Меня доверять, молиться. Укрепись в молитве, продолжай бороться, продолжай стоять. Кто-то уже готов опустить руки, сказать, я больше не могу молиться, нет ответа. А Бог говорит, нет, я тебя укрепляю в молитве, продолжай молиться. Потому что молитва, она разрушает дела дьявола. Нет, твои силы, не то, что тебе кажется обстоятельства поменять. Нет, молитва, вот если бы так, если бы так, нет, укрепись внутри, молись, борись. Ангел Господень приходит и укрепляет Иисуса. И Он прилежнее молится, и Он продолжает бороться. Аминь. Итак, друзья мои, наш Бог, Он укрепляет нас. Псалом 67-й. Это замечательное обетование, которое мы читаем в 10-м стихе. 67-й Псалом мы читаем. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало труда, ты подкреплял его. Ты подкреплял его. Друзья мои, Бог посылает свой дождь. Вы знаете, Божий дождь, это не дождь, которую мы ждем с неба порой, когда нам кажется, что земля сухая. Знаете, сегодня люди очень часто ждут дождь. Недавно многие люди, они ждали дождь, была сильная засуха, было много солнца, мало дождя, и люди ждали дождя. И когда Он приходил, все были такие счастливые. Но вы знаете, Божий дождь, это не внешнее проявление. Божий дождь, это когда мир Божий, который превыше всякого ума, он приходит в наше сердце, он наполняет нас. Аминь. Знаете, когда мы молимся, мы не остаемся без плода, без результата. Самый основной плод, самый основной результат, это мир Божий, спокойствие. Ты помолился, и ты спокоен. Тебе говорят, слушай, ты серьезно болеешь, а ты спокоен. Тебе говорят, слушай, ты тут ничего сделать не сможешь, а ты спокоен. Ты знаешь, что Бог с тобой. Ты знаешь, что Он укрепляет тебя. Тебе говорят, у тебя ничего не получится, а ты знаешь. О, Господь, моя сила. Я не надеюсь на свою силу, я надеюсь на Него. Аминь. Потому что Он обещал в Своем Слове, Он сказал, я укреплю тебя. Друзья мои, следующее, что говорит Господь. Он говорит, я помогу тебе. Скажи, Бог мне помощник. Друзья мои, Бог говорит в Своем Слове, я твой помощник. Мы читаем в нескольких псалмах, Давид пишет, Господь не помощник. Мы читаем в Евреях, в 13 главе, 6 стихом, Господь не помощник. Я не убоюсь, что сделает мне человек. Друзья мои, это сильнейшее обетование, обещание от Господа. Вы знаете, я выучил это место наизусть для себя, потому что я всегда напоминаю себе, Господь не помощник. Я не убоюсь, что сделает мне человек. Сам Господь твой помощник. Аминь. Друзья мои, как часто мы ждем помощи от Господа, но при этом, может быть, мы ничего не делаем. Вы знаете, я хочу сказать вам, друзья мои, не ждите просто сидя, не ждите просто ничего не делая, начинайте делать. Вы знаете, помощник это не тот, кто начинает. Помощник это тот, кто приходит помочь тебе в твоем начинании. Скажи на это аминь. Вы знаете, когда ты сидишь и ничего не делаешь, знаешь, вряд ли тебе кто-то поможет. Я много раз выходил к каким-то, может быть, своим житейским заботам. Допустим, выхожу, смотрю, снег, я понимаю, надо чистить. Вы знаете, так тяжело бывает одному начать. Ты стоишь и смотришь часами и думаешь, как же начать, как же начать. Знаешь, ты понимаешь, такая тяжелая работа, думаешь, вот бы кто-то бы помог. И знаешь, часами смотришь, думаешь, как это сделать. И так и ничего не делаешь. Но знаете, я заметил, как только ты начинаешь что-то делать, начинаешь бороться, начинаешь, даже когда ты понимаешь, что неравные силы, начинаешь делать. Знаете, помощь приходит. Господь приходит помогать. Аминь. Иногда сам справляешься, иногда Господь кого-то посылает. И ты смотришь, один бы ты сделал чуть-чуть. А с Божьей помощью кто-то отозвался, пришел, ты сделал во много раз больше. Всегда, друзья мои, любая работа, она делается, когда несколько человек намного быстрее. Аминь. Но Господь говорит, я помощник твой. Скажи на это аминь. Скажи еще раз, Господь мой помощник. Аллилуйя. Он выходит на помощь. Он приходит на помощь, когда ты начинаешь что-то делать. Не жди. И, знаете, иногда мы думаем, вот бы пришли бы деньги, вот бы пришла возможность, вот бы у меня появилась машина, вот бы у меня появилась квартира, я начну. Вот бы у меня появилась другая работа, вот бы у меня время появилось. Знаете, если мы будем только так говорить, у нас не появится никогда ничего. Но когда мы начинаем делать что-то, Бог будет помогать тебе, Бог будет благословлять тебя. Аминь. Он хочет, чтобы дело Божие развивалось. И когда ты в деле Божьем участвуешь, обязательно его помощь придет. Тебе кажется, я один. Тебе кажется, это невозможно. А Бог приходит и помогает. Вы знаете, когда мы в Закамске начинали кормить людей, я помню, как часто очень объявлялся сцены, и казалось, что никто не отзывается. Казалось, что никого нет фактически. Ну, все как будто бы наблюдают со стороны. А знаете, был один человек, который горел для этого, и он все переживал. Ну, где же, где же помощники? А мы его вдохновляли. Надо начинать, надо делать. И знаете, тогда он начал делать. И знаете, сегодня уже почти 20 человек помощников, которые участвуют в этой работе. 20 человек почти. Команда огромная, потому что один, который это чувствовал, переживал, начал делать. И знаете, Господь помощник. Аминь. И нам кажется, нам надо команду. А Бог говорит, начинай, не переживай. Если ты видишь это, начинай. Я помогу тебе. Не переживай. Ты не будешь один на этом поприще. Ты не будешь один загибаться здесь. Я помогу тебе, но ты должен начать. Аминь. Друзья мои, надо начать. И тогда Господь твой помощник. Аллилуйя. И последнее, друзья мои, что говорит Господь. Давайте мы еще раз повторим. Не бойся, ибо я Бог твой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. Я помогу тебе. И последнее, Он говорит, я поддержу тебя. Я поддержу тебя. Скажи, я поддержу тебя. Аллилуйя. Бог обещает тебя поддержать. Чувствовали ли когда-нибудь, друзья мои, поддержку, когда ты идешь, куда ты поднимаешься, и вот тут рука тебе вытягивается навстречу. Ты думаешь, как я штурмую эту гору, а тебе руку навстречу. Знаете, я так вот недавно по горам лазил, и почему-то все это вспоминаю. Там очень важна поддержка. Можно подняться, а спуститься трудно. Или наоборот. И знаешь, когда рука приходит поддержки, рука помощи, ты можешь опереться на нее, ты можешь взяться за нее. Так вот, друзья мои, незримая рука Божья, она всегда будет тебя поддерживать. Аминь. Бог обещает, я поддержу тебя. Я поддержу тебя. Не бойся. Не бойся. И сколько я слышал свидетельств, когда люди ложились на операцию, и они говорили врачам, подождите, перед операцией давайте помолимся, чтобы Бог помог, поддержал меня и вас. Знаете, люди молятся, и Бог сверхъестественно действует. Даже врачи потом свидетельствуют. Такое чувство, говорит, будто бы кто-то моей рукой управлял. А некоторые люди шли на операцию, они говорили, шансов вообще ноль. Я могу не выдержать. Но молитва, упование на Господа, знаете что, открывали сверхъестественную поддержку Божию. Бог поддерживал сердце, Бог поддерживал иммунитет, Бог поддерживал твою работу организма, потому что Он обещал это. Аминь. И когда ты об этом говоришь, когда ты провозглашаешь, вы знаете, весь духовный мир, он в трепет приходит. Все открывается, все окна, все двери открываются, ангелы начинают приходить в движение, потому что это Слово Божье. И если Бог сказал это да и аминь, Он начинает работать Своим Словом в твоей жизни. Он говорит, я поддержу тебя. Друзья мои, я понял, чтобы переживать поддержку Божию, есть одно очень важное условие. Я это испытал в своей жизни. Вы знаете, есть одно очень важное условие. Находись в присутствии Божьем. Чтобы тебе чувствовать Его поддержку, ищи присутствие Божьего. Работай над тем, чтобы тебе быть в присутствии Божьем. Дисциплинируй себя, чтобы тебе находиться в присутствии Божьем. Знаешь, дисциплинируй себя, чтобы тебе не пропускать те места, где есть Его присутствие. Это собрания, это домашние группы, это молитвенные, это всевозможные встречи. Ты знаешь, планируй так, чтобы тебе не пропускать это. Двигайся за присутствием Божьим. Вы знаете, я хочу сказать вам, да, несомненно, мы не можем всю свою жизнь, знаете, от служения к служению, от ячейки к ячейке так расписать. Нет, конечно же, есть моменты, когда мы дома, когда мы на работе, когда мы где-то в движении. Но вы знаете, когда мы ищем присутствие Божьего, когда мы чувствуем присутствие, понимаем, что создает присутствие Божье. Знаете, что мы делаем? Мы постоянно в этом пребываем. Мы это совершаем в своей жизни. И тогда ты уже, даже находясь на работе, ты знаешь, как атмосфера Божья наполняет твою жизнь. Ты начинаешь молиться, ты начинаешь Ему поклоняться. Где-то, может быть, в стесненных обстоятельствах, ты начинаешь Ему доверять, молиться, призывать Его имя, и Божье присутствие начинает следовать за тобой. Да, друзья мои, конечно же, нам нужно научиться Его переживать, нам нужно научиться в Него входить, где, как не в Доме Божьем. Знаете, когда мы поем эти песни, как важно петь их так, что они действительно работают, что они действительно, это слово, которое Бог сказал. Когда читаем Библию, читать ее так, как сам Господь тебе говорит в твое сердце. Именно это открывает Божье присутствие. Учитесь быть в Божьем присутствии, учитесь искать Его там, где Он близко, там, где Он рядом. Потому что, когда ты научишься искать Его здесь, в Доме Божьем, на домашней группе, на молитвенной, ты будешь находить Его даже там, где тебе будет казаться, что Бог тебя оставил. Бога нет. И это мой пример в жизни Иосифа. Вы знаете, он ценил присутствие Божьем. Он учился присутствию Божьем. Его отец прилагал усилия, чтобы его сын знал Бога, общался с Ним. И знаете, когда он был в тюрьме, когда он был в рабстве, когда он был в изгнании, когда он был предан, вы знаете, Библия говорит, Бог был с ним. По одной простой причине. Иосиф ценил присутствие Божьем. Он знал, как присутствие Божье наполняет его жизнь. Как Бог является его поддержкой, его упование, его молитвой, его доверие тому, что Бог сказал для него. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся. Я хотел бы сегодня, друзья мои, помолиться. Помолиться за тех людей, кто может быть сегодня сталкивается с какими-то обстоятельствами. И ты понимаешь, что что-то в твоей жизни не так. Ты понимаешь, что какой-то диагноз, какая-то болезнь, что-то, что к чему ты не готов, какой-то вызов. Вы знаете, так много разных обстоятельств. Может быть, это работа, может быть, это в семье, может быть, это в отношениях, может быть, это просто с твоим физическим состоянием. Но Слово Божье, оно неизменно. Бог говорит, я твой Бог, не бойся, я с тобой, я укреплю тебя, я поддержу тебя, я помогу тебе, не смущайся. Давайте мы помолимся сейчас. Вы знаете, так важно нам молиться друг за друга. Давайте помолимся, закроем наши глаза и просто будем молиться единодушно вместе. И если ты с чем-то сталкиваешься в это время, если ты с чем-то борешься сейчас, то подними свою руку, дай нам знать, может быть, у тебя есть какая-то болезнь, какой-то вызов в твоей жизни, какие-то испытания, просто подними руку, мы будем молиться и благословлять каждого, кто сегодня нуждается в особенном присутствии Божьем. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Ох, Аллилуйя, кей рифанам ищия, глори фавеладей, ригады бе щири фонды бе санды, барибанам и кея, кей вала фавелады щи. Церковь, давайте возвысим свой голос. Аллилуйя, Иисус, Ты нужен нам, Господи, мы ищем Твоего присутствия в этот утренний час, мы ищем Тебя, наш Бог. Аллилуйя, камбара, десея, оркамана фавелады, марибанам ищия, гри гари фавелады, бреды бе щири фонды бе сэй. Мы возвышаем свой голос в этой хвале, в этой благодарности тому, кто создал небо и землю, тому, кто все сотворил по воле своей. И мы, Господи, Твои творения сегодня прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою атмосферу чудес. Здесь, на этом месте, в Доме Твоем, мы молимся. Господь, мы молимся за тех, кто нуждается в Твоей поддержке в этот час. Мы молимся за каждого, кто проходит испытания, кто проходит трудные обстоятельства, кто борется за жизнь, кто борется, Господи, с врагами, кто борется, Боже, с обстоятельствами. Мы молимся в этот час. Мы просим, пусть небо откроется в их жизнь во имя Иисуса. Господь, мы молимся, пошли ангелов своих, чтобы они укрепили наших братьев и сестер. Боже, мы молимся об этом. Боже, благослови, чтобы вера, Господь не угасала, Господи, пусть всякое смущение уйдет прочь. Благослови, рефора ладей, ремащи, га рига десей, пусть всякий страх поколеблется пред Твоим святым присутствием, потому что Ты помощник наш, Ты помощник каждого, кто уповает на Тебя. И мы молимся пред Твоим святым именем. Боже, лэг ращи, корла фрадесе, риган эгей, лэф ращи, га рига десей, пусть все стены препятствий падут, пусть все стены обстоятельств выровнятся во имя Иисуса Христа, пусть, Господи, все великаны, они, Господи, просто умолятся в Твоем святом присутствии. Мы молимся об этом, рэба щия, глори фарара сай, как Ты когда-то разобрался с врагами из зеки. Господи, разберись с нашими врагами. Боже, мы знаем, что Ты Бог всемогущий, Ты Бог справедливый, и мы благословляем, 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 благословляем именем Твоим, Господь, ле фарада щия, глори брады бессенды, герри каны кей, ле фарада щия, мы не надеемся на свои силы, мы не надеемся на свои возможности, но мы уповаем на Тебя, на Бога всемогущего, на Бога великого, на Того, Кто совершает все на этой земле, на Того, Кто правит повсюду, мы благодарим Тебя, ора фасандая, гери фара ла щия, спасибо Тебе, наш Царь, спасибо Тебе, наш Господь, что Ты касаешься каждой жизни, Твоя исцеляющая сила приходит, прямо сейчас, потому что Ты целитель, Господь, благодарим, Твой мир приходит, прямо сейчас, потому что Ты его посылаешь, Ты его посылаешь, и ничто не противостанет, ничто не остановит Твой мир в наши сердца, потому что Дух Святой работает, Дух Святой совершает, Господь, в каждой жизни свою работу. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за силы, за крепость, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, что мы, Господи, имеем эту честь и привилегию служить Тебе, молиться Тебе, Господь. И Ты, Господь, в Своем Слове верен. Ты в Своем Слове неизменен. Мы благодарим Тебя, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Халлилюя! Да будешь Ты прославлен, да будешь Ты превознесен. Бог Благой, Бог Любящий, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И все доскажут Аминь! Аллилюя! Церковь, давайте воздадим славу тому, кто достоин. Аллилюя! Это наш помощник. Аллилюя! Это наш Господь. Он верен в Своем Слове. Аминь! Аллилюя! Драгоценные, может быть, сегодня здесь есть те дорогие души, которые никогда еще не примирялись с Богом. Может быть, сегодня вы здесь, и вы понимаете, что вам нужен Господь, вам нужно Его прощение, нам нужна Его милость. Знаете, сегодня самое лучшее время примириться с Господом. Этот день Господь специально создал для тебя, чтобы ты был спасен. И если ты еще не знаешь Господа, ты еще не молился к Нему, молитвой покаяния, просто дай мне знать, чтобы мы могли помолиться вместе с тобой, если ты здесь, в этом зале. есть такая драгоценная душа. Есть кто-то? Помашите рукой, чтобы я увидел. Есть, да, такая драгоценная душа. Слава Богу! Слава Богу! Аллилюя! Давайте поприветствуем. Я хочу сказать, ради вас этот день Господь создал. Ради вас, ради того, чтобы прийти в вашу жизнь, в ваше сердце. Можно попросить вас прийти сюда вперед, чтобы мы помолились с вами. Не стесняйтесь. Можете даже взять с собой того, кто рядом, подругу свою, чтобы она вас провела, если стесняетесь. Не стесняйтесь. Давайте поприветствуем. Аллилюя! Может быть, еще кто-то есть. Может быть, еще есть такая драгоценная душа, кто хотя бы примирится с Господом. Выходите. Выходите. Бог очень сильно вас любит. Бог очень сильно вас ожидает. Слава Богу! Слава Богу! Как вас зовут? Нина, мы помолимся с вами. Слава Богу! Давайте мы будем молиться все вместе. Если вы смотрите онлайн, и вы также чувствуете внутри себя этот призыв примириться с Богом, повторяйте эту молитву вместе с нами. Давайте будем молиться. Можете закрыть свои глаза, повторяйте эту молитву за мной. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты любишь меня настолько сильно, что отдал жизнь свою за меня. Спасибо, Иисус, что Ты умер за мои грехи и воскрес в мое оправдание. прости меня, прими меня, стань моим Господом с этого момента. Благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву и ответил на нее. Аминь. Господь, мы молимся за сестру Нину, мы благословляем ее Твоим светлым именем. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этот особенный день Ты спас эту благоценную душу, Ты записал это имя в книге жизни на небесах. И мы молимся, благослови сестру Нину, Господь, пусть Твой мир наполнит ее сердце, пусть Твоя благодать пребывает с ней. Помоги ей, Господь, следовать за Тобой, служить Тебе, познавать, насколько Ты благ и милостив, сохрани ее для Царства Своего и благослови во всех путях во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог вас благословит. У нас есть для вас подарок. Есть люди, которые хотят стать вашими друзьями, рассказать вам о церкви. Слава Богу. Давайте мы еще воздадим Господу славу, потому что Он достоин. Аллилуйя. Слава Богу. Спрос denomin Voy voter. Любовь. Продолжение следует...